Дарья пишет, волновал только острый подбородок, но он нелегкий, поэтому он драматика, наверное. Очень хорошо, Дарья, вы практически сами ответили на этот вопрос, потому что в вопросе вашем уже содержится ответ. Подбородок выше написали, он мне тоже кажется не похожим ни на драматика, ни на натурала. А какой здесь подбородок? Давайте попробуем описание ему дать. Он легкий? Я вам сейчас напомню, как выглядит легкий подбородок гамина. Во-первых, он никогда не будет тяжелым. Он будет легким, это значит в нижней части не будет много. А здесь вы видите где-то легкий подбородок? Что значит острый? Острый – это не в смысле определенного угла. Сейчас давайте посмотрим и мы вам дадим возможность сравнить. Потому что многие ошибки тоже связаны с тем, что это воспринимается какая-то составляющая, то есть какая-то фраза, какая-то прямая линия между губами. Или там, допустим, вырывается из контекста какой-то смысл и туда, так сказать, вносится вот все. Значит, если мы, сам подбородок, вот, скажем так, содержит остроту. Вот посмотрите, и не забывайте, пожалуйста, да, то есть у нас у гамина легкий. Да, он острый, пожалуйста, ну, как наш подбородок, тяжелый подбородок, который у нашей героини вообще можно назвать там острым или тупым. Он тяжелый, он в ее, так сказать, фотографиях очень хорошо виден. Вот посмотрите, какая тяжесть внизу. Это совершенно противоречит гаминным легким подбородкам. То есть даже если какая-то у вас мысль закралась, да, вот этот подбородок вы видите, да, но не забывайте, что есть формулировка еще одна, да, она, если любите формулировки, это длинный драматический подбородок. Так вот у нашей героини острый, легкий и гаминный подбородок, либо длинный драматический? Дайте мне, пожалуйста, ответ в этом вопросе. Даже не средний, Татьяна. Вижу ваш комментарий, средний, потому что он даже не средний, он очень выразительный. Можем ли мы здесь поискать гамина? Вряд ли. Посмотрите разницу и не забывайте, пожалуйста, что то, о чем мы с вами говорили и очень часто говорим, почему очень полезно здесь смотреть, да, вот здесь могут быть миллион различных форм подбородков, да, но они достаточно сильные, они могут быть более квадратными, более заостренными, как вот здесь, да, более тяжелыми, но сглаженными. Мы видим в каждом случае его длинным, сильным, выразительным, тяжелым, какие эпитеты здесь нужны. А, здесь макияж, тоналки, специальный эффект на щеках, чтобы облегчить подбородок. Это бывает, это бывает. Поэтому, почему цены фотографии в большом количестве, потому что, ну, на всех фотографиях не спрячешь, да, освещение, посмотрите вот здесь, да, освещение все равно на большинстве фотографий упадет совершенно разным образом, и мы увидим, что, что там на самом деле, да, посмотрите здесь. Вот очень важно вот эти составляющие не путать, да, потому что, конечно, может быть, кому-то бы и хотелось гаминный подбородок иметь, но совершенно здесь, вот здесь очень хорошо виден драматический подбородок, посмотрите, пожалуйста. Он может казаться острым, да, если мы вот эти линии лица воспринимаем очень близко к сердцу, да, вот он кому-то покажется острым, но острый гаминный, в том смысле, когда мы потребляем слово, да, именно для гамина, это как раз очень легкий, очень изящный подбородок, который противопоставлен большому объемному лбу. А здесь у нас совершенно другая история.